Тема Юрия Викторовича очень важная для Гомельщины вашей, где вы уполномоченные. И на Могилёвщине не меньше. Весной особенно, когда посевная заканчивается, летишь над страной, кругом пятна, пятна, пятна. То есть посеяли, а вот на таких вымочках, вот видите там влажность, там всё это пропало. Не всходит. И вот вся Беларусь в таких пятнах. Ну, такие у нас почвы. Мы теряем порой до 10% урожая. Мы же не отсеваем их потом. Как была договоренность в этом году. Посеяли, говорю, ну надо вымочки обработать. Ну, что-то там посеять после этого. Как было весной, так и осталось во время уборки. Редко какие хозяйства работают. Что происходит? Мы пашем почву, ну 25, скажем, 30 сантиметров, пускай. Да, пашем каждый год. Ниже вглубь не залазим. И образовывается подошва, или как вы ее называете? Каждый раз назову, да. Твердый это. И влага не впитывается в почву. Ученые говорят, надо разрушить эту подошву. Ниже 25-30 сантиметров вглубь. Тогда вода туда пойдет. Изобрели целый шлейф техники для этого. Проверили. Несколько лет проверяли. Два-три года. Вы говорите, что показывает себя хорошо. Очень сильный эффект. Ну и вот решили на этом поле президента показать эту технику. Плуги. Ну и то же, что трактор, плуги. Как надо разрушать вот эту почву, чтобы туда впитывалась и уходила влага. Александр Григорьевич, Вы в своих предложениях к членскому хозяйству подняли архиважную агротехнологическую проблему. Проблему переуплотнения почвы. Ранней весной это водяные блюдца. А летом, а летом это уже вымочки, зарастающие сорняками. Правильно. И их надо убрать. И эти сорняки распространяются по всему почву. А потом же эта площадь не используется. Продукции не дает. Поэтому разуплотнение как прием на Западе введен лет 30 назад. И сегодня в технологии используются обязательно. Ну, у нас в Беларуси, к сожалению... Разуплотнение там, где надо, на тех участках. Совершенно верно. Не по всему полю. Поэтому настолько это важная проблема, то я просто вам очень благодарен. Я всю жизнь этим занимаюсь. И знаю это хорошо. И я вам скажу, вот по предложению Анатолия Михайловича, мы уже очень серьезно занялись. Мы где-то уже тысяч в 15 проработали. Но чем? Мы работали старыми советскими. Культиваторы. Они не возьмут на 50 сантиметров, к сожалению. Поэтому мы начали искать то, что сегодня на Западе. А это уже чизельные плуги или глубокорехлители. И мы видим, вот один из них, который выпускает Амкадор. Это чизельный плуг. ПЧ-3. А это глубокорехлитель. Глубокорехлитель ГР-70. Тот работает на 48 сантиметров. Этот работает на 70. Вот в чем перспективная проблема. Да, мы вымочки уберем. Но сегодня надо думать, если мы в Севовороте хотим получить под такие культуры, как свекла, как картофель, как кукуруза, как рапс, высокую урожайность, там надо исключить плужную подошву. Но поскольку культура в Севовороте возвращается на свое место через 5 лет, то один раз 5 лет. А если нам надо поднять потенциал плодородия на тех землях, которые нам не дают? Оказывается, уже установлено, что надо хорошо вносить органику. И 3 года подряд надо делать сплошную обработку. Дать как можно больше туда воздуха, а в воздухе азот, чтобы заработали микроорганизмы, чтобы черми появились. Поэтому трехвариантное использование. Но первое, давайте вот что вы говорите, это уберем вымочкой. Чтобы снять эту проблему. Для начала этого. Да. И это можно сделать. Это сегодня доступно. Техника. Можно. Ну вот первая машина, это сплошное делает рыхление. А это вот щелевание. Очень важно, чтобы можно, и она и на 70 сантиметров уберет, пройти и сделать эти щели, чтобы влага не задерживалась. И если бы поперек склона сделали, любое таяние, любой обильный дождь, влага уйдет, и она будет держаться. На глубине полтора метра. Все, что больше, за счет тяжести уйдет ниже. Ты, как практики ученых, считаешь, что это вот правильный путь и техника это подходит? Очень правильно. Очень правильно. Очень правильно. Это надо масштабировать по всей республике. Вот тогда будем конкурентны и богаты. Нам надо работать. Поле хорошее. Не могли получить урожай? Получаем. Почему? Потому что делаем вовремя и правильно. Поэтому сделай в Шкловском районе. У тебя для этого есть все. База, крепкие хозяйства в основном. Ну там полхозяйства где-то надо контролировать. Это не проблема. Но у тебя здесь есть все для того, чтобы показать, как надо. И Оршанский район рядом. Потянем следом. Продолжение следует.